На улице Аксаковской берут пробы нового асфальта. Активисты Общероссийского народного фронта контролируют работы на этом участке. Эти образцы отправят в лабораторию для исследования на соответствие всем необходимым физико-механическим свойствам. В среднем проверка кернов выпиленных занимает порядка двух-трех дней. Думаю, на третий день у нас уже будет результат и будет видимость, насколько хорошо качественно уложено покрытие. Также контролируем за подрядчиками, чтобы своевременно вывозил строительный мусор с объектов, чтобы было удобно пользоваться жителям. Хотелось бы, конечно, чаще выезжать и, в общем-то, дороги проверять вот именно все так. Все три слоя внешне соответствуют заявленным. Но, что скажет лаборатория, мы, наверное, дождемся все-таки результатов, и это будет более интересно, более важно. И хотелось бы, соответственно, чтобы мы вместе с вами потом уже как раз встретились именно в лаборатории, то есть совместно посмотрели, что с этим асфальтом. Рядом с Крымской площадью приводят в порядок 8 участков. Ремонт идет по национальному проекту «Безопасные и качественные дороги». Готовность более 60%. Трафик в этом районе города интенсивный. Поэтому принято решение использовать при устройстве покрытия проезжей части дорог щебеночно-мастичный асфальт, в котором используется высокопрочный гранитный щебень. Этот материал выдержит все рабочие нагрузки. Помимо дорог благоустроят и прилегающую территорию. Нам предстоит благоустроить территорию с правой стороны, с левой стороны. С левой стороны строится парковка перед зданием суда. Здесь будут тротуары, дорожки, освещение, видеонаблюдение. Естественно, там ограждающие какие-то конструкции, въезды шлагбаума. С правой стороны у нас предполагается придорожная плита, которая защищать будет газон от попадания туда всяких реагентов. Общественники планируют проверить качество ремонта и на других участках отремонтированных дорог. Валерия Куценко, Василий Колдашов, События.